Итак, сегодня вы ни за что не догадаетесь, что в рубрике «В гостях у Хелпа С» будет Гамилькара. Итак, привет, Гамилькара. Шалом всем. Сегодня мы хотим показать пару боёв с Кона. Вот, и сошлись в этом поединке представитель клана Сей Эйч Мор, да? Сей, я не ошибаюсь, и бесклановый игрок Волфов Ичкерия. Играет он за Эйпир, а Мор за кого у нас играет? За Армению. За Армению, да-да-да. Ну и перед вами Собаки. Это один из таких, знаешь, я бы сказал так. Для меня, например, это самый сложный юнит, чтобы заиграть. Вот самый сложный вообще. Но его нужно выждать момент. Да, что в Атиле, что в Риме, там мало того, что момент. То есть это требует такого жёсткого, отличного микро, который у Волка есть. И регулярно он этим юнитом показывает отличные результаты. Ну и раз уж начали про Эйпир, значит, у нас здесь один юнит, это Собаки. Маловские псы, он ещё называется. О, ёк-седьмок-седьмок-седьмок. Есть ещё Галапагосские. Не знаю, что, если были какие-нибудь Галапагосские черепахи, мне кажется, Волк тоже их бы юзал. И нарубал ими бы, блин, там за 200 кило в стопудняк, блин. И так, да, наёмные сомниты, мечная линия, то есть первая линия, это три меча. И у нас это наёмные этруские гаплиты, замечательный такой юнит. Ну, как, наверное, по кост-эффектив он замечательный, да, больше, чем в ближнем бою. Да, но его почему-то редко берут за этрусков. Крайне редко, то есть постоянно Волк экспериментирует с составом. Итак, это у нас Проща. Четыре Прощи, все в одну вычку вкачаны. Это четыре Фессалики по этим. Греческая Царская Конница. Это мечники, да, которые? Греческая Царская, это Ударка, по-моему. Да, Ударка? Ну-ка, давай глянем, кто это вот. Да, Ударная Конница, видишь, у неё печень. Да, 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 это Ударка. И Торинтийская Кава, два. Представь нам Армению. Торинтийская, опять ты перепутал всё на свете. Да, не говори. С лёгкой руки Дэри. Ну, вот этот состав за Армению, это стандартный состав Мора. Он его постоянно брал во время первого группового этапа. У него здесь Персидская Конница, ударная, четыре штуки по две на флангах. Генерал Сарский Катафракт. Один отряд наёмной Каппадокийки. Прощи две штуки. Восточная Проща. Пехота. Персидские Гоплиты. Персидские Гоплиты. Персидские Гоплиты. Персидские Гоплиты. На флангах по две штуки. Ну, и первая линия, это картические топорники. Четыре штуки их. Ну, и один отряд восточных копейщиков на сдачу. Один топорник, да, по центру. Четыре этих и... Ну, что ж, поехали. Да, тактика здесь умора в том, что он вот эти мощные фланги, типа, заводит вместе с ударкой на фланге и так, как бы, окружает противника. Часто он так играет. Да, он гораздо шире стоит. То есть, вот если мне с птички посмотрим, вот так вот я проведу сейчас линии. То есть, мы видим, насколько шире все это стоит. И я думаю, что эти фланги, они под то, чтобы развернуться, стоят. Слушай, ну, я не знаю, вот с таким количеством топорников... Они кидают пилу на эти топорники? Да, да, они кидают пилу на топорники. Да, 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 да. Это я хотел поругать просто, что типа того, что пехотный билл за Армению, как бы. Но с другой стороны... Ну, тут не столько пехотный билл, тут сколько побыстрее зайти в ближний бой. Вот, 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 персидская конница, она цена-качество одна из самых лучших. Она 700 монет, по-моему, стоит 790. А я почему-то всегда ее хреново считал. Не, я тоже ее считаю хреново. Она очень быстро умирает. Да, да, она именно дохнет. То есть у нее, что там, бонус-то в натиске неплохой. Против кавы есть. А, защита, вот у нее пятнаха, она вот за счет чего дохнет. И брони мало. Да, и брони. Вот для сравнения, защита 23 у царских, но это ударка. И броня 110, здесь 40 броня, конечно, почти в три раза разница. Но она, наверное, под тарантейкой будет ложиться, да, нет? Да, да, если тарантейка по ней откинется, она падает персидская. Она вообще очень хрупкая конница, вот эта персидская. Она вот буквально на один раз, чтобы хорошенько зайти. Ну, максимум два раза ее можно зайти. Ты посмотри, как попадает. Да, 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 да. Что-то здесь волк бы что-то расслабил. Да, вообще нормально зимнул, слушай, прям тарантейку все. Ну, смотри, прокликивает. Да, прям вообще, прям прокликивает. Я представляю количество. Слушай, ну и обрати внимание, мало того, что он прокликивает там, да, он еще и на правом фланге Армении, вернее, на своем правом фланге успевает отстреливать. Это я к тому, что... Да, ну тут смотри, сейчас тоже может запопасть. Микро, да, я к тому, что микро. Ну, Каппадокийка, видишь, может быть, если бы чистый здесь ход был бы, она бы догнала, возможно, с такой, ну, хотя бы зацепила бы, да. Ну, а теперь фейлит Мор, посмотри, пропускает он от тарантейки, которую в итоге вытащил волк, и она стреляет, сейчас отводит свою кавалерию, конечно, здесь. Ну, да, вот, видишь, от двух запов уже минус три человека. Да, да, причем это не полный залп-то такой уж по-нормальному. Да, там 32, и на другом фланге тоже покоцал не сильно, но покоцал. Нет, а здесь каждый... Это весь урон, даже если солдаты там не падают, это все равно идет урон по броне, и уже следующий выстрел снесет гораздо больше народа. Да, 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 все верно, то есть все это просаживается, все как в натуре есть, да, то есть тебя стреляют, попадают, у тебя там все это... усталость металла, короче. Да, да, да. Так, ну и пошла перестрелка, ну, понятно, что нужно волку реализовать, конечно, свое преимущество в стрелках, сомниты, достаточно стойкие ребята, ну, и труски и гоплиты, я думаю, они шибко не подведут, в ближнем они должны будут, должны, по идее, постоять, пока будут стрелять. А, и посмотри, как отводит один отряд на наемных и труски гоплитов, волк, отходит. Ну, потому что там что, восточный вот этот копейщик, говно, что на него... Да, да, нет смысла завязываться через своих чарджет ферсидская камера. И посмотри, какой мощный навал на флангах идет. Да, вот он свой правый фланг вообще прям четко тащит, причем нагло так тащит, слушай, и вообще ничего себе, раз, два, три, четыре, пять, шесть юнитов обходят. И причем там царские катафракты, персидские гоплиты, это ничего подряд. Да, и фиссалийка не остановить, слушай, и на левом, и на правом фланге. Ой, ну, выглядит это очень красиво, конечно, тактически очень здорово. Да, и вынужден бросать свою фиссалийскую каву. Вот так, ну и собаки, собаки-то спущены, нет? Да, вот спущены собаки, пошли, нет? Да, да, спущены они на персидскую каву. Собаки вроде бы как спущены. Но они как-то так... Плюс собак в том, что если юнит в движении, они его кушают. Если юнит стоит, то они ему ничего не делают. Они, да, они разбиваются о него. Это не аттила, где жрет все подряд. Да, ну и завязано, значит, все у нас на флангах, завязан центр. Собаки спущены, и что-то пока они слабовато набивают. Всего лишь три, пока наели. Ну, это вот сейчас начнет двигаться, на которого они были спущены, и пойдут терять. Ну и пока, как бы, да, посмотри, отряд собак-то, он, мало того, что собаки спущены, но он еще и по центру заходит вот в эту вот скважину. Мор вообще не ожидал такой наглости, так они собаки вот так вот с фланга промаршировали весь центр, забежали туда, эти парни сейчас они начнут. Ты посмотри, сколько они нарубают сейчас уже. Ну вообще, не, ну они нарубают дофига за счет стрелков, но в этой фазе боя это очень важно. Ну вот, конечно. Да, да, плюс посмотри, как на свой левый фланг здорово отрабатывают прашники здесь по персидской коннице. То есть, да, Волк очень прекрасно понимает игру, здорово он ее знает. Здесь на царского катафракта навалились, очень здорово, причем навалились и греческая, и царская. Сейчас, я думаю, она либо его в тыл прочаржит, либо по пехе здесь прочаржит. Он очень аккуратно играет своим генералом, здесь Волки правильно делает, потому что потери генерала для Айперотова это очень фатальная тема. Ну да, как у ломбардов примерно в Карле. Да, вот своим генералом Моро играет очень плохо. Ударная колония, просто встряла. Да, он хоть и стойкий, конечно, да, но все равно как-то так. По нему, во-первых, накидывали слегка прашники. Ну, прашника здорово пригревает, то есть адекватный, симметричный ответ, да. Ну ты посмотри, как посыпался центр у этого. Ну тыловые натиски, торинтийка. Да, собаки, смотри, что собаки. Да, молотские псы, короче, да. 101 фраг, они уже прогнали прачненько и зашли в клык. Слушай, ну это не собаки нагрызли, это мужики набили, короче. Хотя нет, собаки-то бегают же тоже. Какая разница, цена я не-то? Да, 450 монет, он его по-маркану пытается реализовать. 450 рублей, так, кстати, дорого для второго ремонта, чуть 450 монет. Ну да, это немало, скажем так. Ну вот смотри, этот навал на флангу, такая масса войск зашла на фланге, но не сумел он дальше ничего сделать. Вроде завел очень правильно, очень красиво, очень хорошо. Ну очень грамотно Фисаликой остановил здесь, Коплитов выдернул. Да, я думаю, большинство игроков бы в такой ситуации на месте Волка бы растерялось и уже... А очень спокойно и уверенно действовал в случае похода. Ну ты смотри, генерал, что делал, в то время как армянский генерал застрял там в тылах... Конечно, слушай, ведь он же мог вообще чаржить по тылам, вот здесь вот этот ген это по центру бить. Здесь для него целей море было на самом деле, а очень здорово давал своим генералам орудия. Вот спрашивается, зачем такая масса пехоты, если ты остаешься в ближнем бою сражаться ударной кавалерии? Зачем ты такую пехоту столько заводил туда? Конечно, она должна оказывать максимальную поддержку. Вроде бы как тактически правильно был придуман план на бой, но вот реализация, и это, конечно же, она... Ну, во-первых, потеря прощи еще сказалась очень здорово. То есть я уверен, мы сейчас, если результаты-то посмотрим, там проща армянская ничего не настреляла. Ну да, не дал, не дал. Да, персидская кава, вот хоть и 12, но они стоят тоже, как бы тыловыми натисками могли бы они как-то помочь. Тарантейку она там добивала, в итоге... А, так она не просто стоит, ее там продолжали окучивать, вон она все. Да, да, да. Да. Ну, а здесь основной момент, на мой взгляд, именно то, что вот к фланге, когда зашлет именно генералам, зря встал, слишком долго стоял. Ну, смотри, какой упорный бой получается. Ну, до конца бьются, да, но здесь уже, как бы, я не вижу, за счет чего стрелками разменялись, но, как бы, этот размен... Ну, по флажкам, по флажкам больше пока что остается армян, видишь? Ну, пока, да. Ну, у нас вот мигает персидская кава, мигает, ну, здесь, что осталось все, армян-то, по большому счету, царские катафракты, 23 персидские гоплиты, 93, и Каппадокийка, 26. Вот только сейчас начинает мор действовать сомнитов, чаржит. Да, посмотри, интересно, как бутерброд такой из четырех отрядов картлийских в спину, да, но они сливаются быстрее, чем сомниты под натиском кавы ближнего боя Каппадокийки. Ну, и затаскивают наемные труски и гоплиты, конечно, здесь это очень важный момент, скажем так. Да, слушай, до последнего здесь, прям до последнего вообще. Ну, очень, очень упорный бой, и здесь, наверное, не ожидал такого состава Волк, скорее всего. Да, наверное, ждал какие-то хашки там, ну, как обычно, да. Другой кайтовый, я думаю, ожидал состав Волк. А здесь Пеха против, все-таки, да, против Эпира более эффективно, при том, что Эпир, как бы он, как Македония, да, по большому счету, не славится какой-то там супер уж пехотой. Ну, есть эти пельтасты, да, которые... Царские, да, 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 они есть, конечно, да. Муцина и качество, они, мне кажется, не стоят свои. Хотя отряд очень стойкий, очень здоровский. Есть Гитайеры, да, ну, дорого бы. Гитайеры, опять-таки, сыграют. Ну, вот Гитайеры тоже, их их брать против Армении, у которой очень классная конь, но они могут себя просто не оправдать. Вот, щитоносца стоит брать против тех фракций, у которых нету мощной кавалерии, и там вот именно щитоносцам могут себя показать. Порубиться, да. Так, ну и у нас персидские гоплиты 92, картлистские топорники 73, и персидские гоплиты 27, генерал 22, царские катафракты под двумя лучками. Греческая царская конь из аж 45 под двумя лучками, итрусские гоплиты 77, и сомнитов 29 под одной лучкой. Все эти лучки, это очень, я считаю, важное, особенно в конце боя, сколько нарубят, это уже существенно. Ну, вот ты смотри, какую фатальную ошибку сейчас допускает. Да-да-да, нифига, давай, на-а-а-а, бля. Ты показал это крупным планом. Да-да, я в кинематографичном режиме показываю и чешут, короче, гоплиты, на-а-а. Мощнее, вот это исход будет, вот здесь и будет прилично. Да, вообще, вовремя, и вытаскивает еще, Гена успевает, причем неплохо вытаскивает, 34, три лычки уже у Гены. За одинакий, вот эта царская, гереческая царская, она просто сделала исход в бою. Да-да, за один раз. И сейчас Гена, короче, и все. Гена на Елену, да, бах. Аханна, отлично вообще, отлично. Ну, концовка шикарная, слушай, вообще замечательно, просто превосходно. И кадр прекрасный. Ну, тут уже хоть стену щитов урубай, если там у них титановые топоры, тогда уже картлийский может еще и выстоять. Сейчас, как только погибнет генерал Армении, вся эта братва разбежится. Вся эта братва разбежится. Ну, и гаплиты-то простояли, вот обрати внимание, гаплиты простояли. Они должны были Гене помогать, а они что-то стояли, они не топорам. А они, конечно, поздно, уже все. Да, да, сейчас уже все, поздно пить боржоми, почки отказались уже работать. Ну, смотри, генерал выжил все-таки, 8 человек, он еще жив. Вот сейчас, смотри, вот если сейчас этот генерал зайдет в тыл и ударит поэт русским гаплитам, это может помочь изменить исходы боя, но... Ну, мне кажется, Волк не даст уже здесь. Так, что-то он прожал хитрое. Латиск прожимает себе и не успевает, видел, да, и в это время выхватывает. И спину получает английский. Очень равный бой, Мор молодец. Все-таки он в Риме-2, все-таки он хороший, скажем так. Кто-кто? Мор. Ну, это же Си-Эйч Морг, да, играет же, правильно? А, да, да, Морг Морг. А он тут, смотри, да, по итогу греческая царская, блин, сбежала по итогу, нифига! Вот это царский катафракт, я понимаю уровень. Ну, там уже все, прожатый боевой дух, но это, конечно, не помогает. Такая толпа гаплитов, блин. Слушай, отличный поединок, просто замечательный. Ну, что у нас, ну, упорно, но убил волк больше, только потому что... По итогам, по итогам, все равно греческая царская, она в два раза больше, чем царский катафракт. Да, чем катафракт. Ну, вот он простоял. Каппадокийка, 202, замечательный результат. Это, тем более, не в конце боя фраги, да. Персидская, 135. Ты обрати внимание... Собаки-то, 158. Собаки, а ты на это русского гаплита посмотри. Ну-ка где, 277, нифига, это вот этот последний тип. Слушай, ну тут по итогам боя столько отрядов лычек набили. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь отрядов набили по лычке по итогам боя. Это очень много. Сомнитый превосходство. Но прощать ни у того, ни у другого не сыграло, да, обратите внимание. Ну, да, но мне кажется, это больше на руку все-таки Эпиру было. Хотя... Ну, хотя, смотри, две прощи армянцы, которых все равно убили, да, 70 человек набивали. Больше, чем четыре Эпироцких. Да, да. Поэтому этот размен, конечно, не в пользу, скажем так, Эпира состоялся. Все-таки отдал, но... Но в это время генерал 255 фрагов набивал. Тарантейко в это время 101 фраг набивало, поэтому, что тут говорить. Да, лучше сыграть. Я не могу понять, почему за восточные фрага фракции игнорят хашки. Я вот не могу этого понять. Ну, да, здесь без них тяжело. Так, ну давай следующий бой. Кто там у нас? Так, Хуник Вариор. О, Хуник Вариор. И Зевас. Против Сворд Смит за Афины. Сворд Смит, ага. Так, Сворд Смит за Афины, а Хуник у нас играет гетами, да? За имбу, за имбищу. За имбищу, да. За имбищу, да. Причем состав-то такой прям вообще ненатуральный. А вот Зева порадовал, посмотри, у него, у него вообще натуральный. Странный состав. Вот никогда я бы не угадал, что вот такое вот говно будет за Афиной. Нет, все-таки ненатуральный за Афиной, блин. Два проща все-таки здесь. Так, Загетов тоже гейский составит. Да, вообще чисто форменный. Там ужасно. Гоплиты в Тораксах. Наемные ветераны гоплиты. Ну, куда от них деваться. Ну, и понятно, фракийцы. Ну, как для второго темпа, да? Так, наемные фракийские пельтасты в количестве трех аж у нас. Отборные гоплиты генерал. И наемные фракийские воины в одну лучку вкачанные. Ну, и кроме этого, Тарантейка у нас. Две на правом планке, одна на левом. И граждане-всадники. Всадники с дротиками ударка. Неплохая ударка. И еще граждане-всадники. Слушай, ну, не знаю. Все-таки за Афиной я вот... А, ну, здесь же правило опять-таки. Да, здесь правило. Тут кучу гоплотов. Да, Афины могут выставить 11 очень классных пехот. Ну, по-хорошему, да. А здесь зачем-то ударка взята. Да, я вот хотел обратить внимание на Кау. Ну, возьми ты 4 холик. Ну, давай посмотрим, что они покажут по итогам боя. Да, да, да. Ну, и что, где-то у нас... Ну, где-то... Четыре знатных мечника. Один наемный топорник. Три докийских лучника обычных тяжелые копейщики. Один, два, три. Три тяжелых копейщика. Ну, и конница. Всадники с копьями. Четыре штуки их. И четыре отряда этих всадников с луками. Стандартный, очень мощный, очень эффективный состав. Поехали. Ну, да. Хунинг, вот этим составом, он почти всех нагибает. Ну, да. Это мало того, что Хунинг, это еще и геты, как бы, да, скажем так. Это еще и да. Ну, и Хунинг, как бы, по сравнению, по-моему, с первым раундом он прибавил, если я не ошибаюсь. В первом раунде он тоже никому-то не проиграл, он только ему технарь поставил. Ого, ничего себе, то есть он так и идет без поражения, ты смотри-ка тебе. А его, его, его алкимоз нагнул за этих, за апофийцев. Он все-таки алкимоз перестал хреню страдать, и это самое, 7-0 в последний день. Ого, солидно. Ну, а Торентийка у нас здесь. Оказывается, есть у него еще порох в пароховницах и ягоды в ягодицах. Ягоды в ягодицах, основное это ягоды в ягодицах, конечно. Щемится Тарантийка, щемится граждане-всадники, увидели они этих лукарей, что-то и это, как-то так они осторожненько отходят. Что-то заносились Афины, ты посмотри у них там. Смотри, хуни, хуни, разделяются и хашки. Все, смотри, Афины что-то заносились. Что-то туда-сюда какая-то суммура, какафония тут у них. Ну, 4 хашки он увидел, он прибалдел, еще и пешистый. Да, такого, типа, нифига бы им, что делать. Еще и стоит хуник намного шире, то есть это ему дает вообще прекрасную возможность для фланговых маневров, конечно же. Ну и правильно, Афины стоят. Вот есть игроки, которые строятся широко и играть просто не умеют. Они чисто ради мод, так модно строятся широко, да я тоже построю широко. А вот именно игроки, которые понимают, зачем они так строятся, таких игроков на самом деле маловато. Хуник понимает, зачем он так широко строится. Да, по крайней мере он из тех игроков. Он, видишь, как сформировал мощнейший правый фланг, ну вот и попробуй, короче, с ним разберись. То есть фланг у Афин такой сформировать очень тяжело. Но, видишь, он не пускает в тыл. Да, да, да. И невозможно против такого мощного фланга Афинами орудовать в принципе. А здесь мы видим, что как бы пехи... За такими Афинами вообще трудно орудовать. Да. Ну ты правильно сказал, 11 пехи должны выставлять классные. По итогу мы ее не видим здесь в таком количестве. Соответственно, он не может продавить ни фланг, ни прикрыть себя с флангов не может. Вот правый фланг, левый фланг Гетов и правый Афин. Правый Афин у него нету. У него по сути вообще у Афин как бы нету фланга по большому счету. Ну, у Афин, надо сказать, что всего лишь навсего 8 пехот. Вот смотри, как... Да, отлично заходят всадники с копьями. Гоплиты стоят, наемные ветераны. Сейчас по ним зайдут всадники с копьями. И знатные мечи. И заходят знатные мечники вторые. Да, ой, шикарно всадники с копьями фракийских здесь чаржат. Тут, ой, не успевают. Просто Афины не успевают. Все, провальное начало. Дальше конница протаскивается, смотри, она фракийских пельтастов. Завязывают их бомбом, чтобы они не стреляли по этим знатным мечникам. По знатным мечам, да, разумеется. Самое главное. Ну, а что знатные мечи вот здесь по центру сейчас они зайдут и все. Да, пикидают пельт... Эти кто они? Ну, понятно, копья кидают. Пельтастируют. Слово-то какое. Так, на левом фланге у нас завязывается все. Здесь аналогично. Фракийцы, два отряда, оба попали под натиск кавалерии. Да, но по итогу конница сливается у гетов. Ну, да, это дорогого стоит, конечно. Че уж, что здесь эти граждане, они не такие уж и лохи. Здесь еще и на левом фланге наемные фракийские воины зашли в каву, в этих всадников с копьями и в тяжелых копейщиков. Ну, и все-таки не удалось сделать самого главного, что хотел сделать Хуник. Он хотел выстегнуть этих пельтасов наемных фракийских, а он их не выстегнул, и они сейчас спокойно откидываются по мечникам. Конечно, здесь они и френдлифайера наносят, но посмотри по центру, как они прохаживают. Да, да, я вижу, вижу, они вдвоем стреляют по знатным мечам. А че он френдлифайер? Ну, то ли я своих наемных фракийских убью, то ли я вместе с ними убью знатные мечи, конечно. Ну, да, цена у тех 1300, а у этих 500. Вот еще один натиск идет всадниками с копьями, бьется Хуник здесь с этими гражданами-всадниками, а прашники спокойно отходят. А наемные фракийцы, да, посмотри, как шикарно действительно по двум флангам накидывают, по этим мечам, по гене они здесь накидывают. Теперь они развернулись, накидывают по всадникам с копьями. Там наемные топорники, если в него сейчас ударка зайдет, то все, хана там будет одним топором. Да, да, здоровский, кстати, классный натиск, ну-ка, 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 да, вот так, зашибись по знатным мечам и по топорам сразу по двум отрядам натиск проходит. А здесь выстрелили знатных мечей-то здорово, да, где еще? Да, бегут, осталось на данный момент сколько-то три знатных мечника, да. Ну вот смотри, в тылу ошибка граждане-всадник, 54 человека они втыкают, а в это время они могли здесь помочь и убить вот этих вот стрелков. Видишь, в тылу Афин граждане-всадники стоят. Вот это очень ключевой момент, они очень нужны сейчас здесь. Да, вот смотрите, вот они, 54, да, я только сейчас заметил, ой-й-й-й-й-й-й, это, конечно же, фейл очень такой, прямо. Да, вот сейчас убей, сейчас убей, Зева, вот эти вот, лукарей-дакийские, и уже можно было бы спокойно диктовать свой стиль боя здесь. Да, слушай, несмотря на, как бы, что мы критиканули, да, состав-то, в принципе, хуник-то ломанулся в раж, а по итогу, как бы, не удалось. Скажем так, полностью реализовать эту инициативу. У хуника сколько было пехоты тоже, у хуника было 4 знатых мечника и 4 копеечка, 8 пехоты. Ну да, плюс наемный топорник. Ну, то ли качество пехоты Афин, да, то ли качество пехоты здесь, конечно, это большая разница. Да, ну вот только сейчас вспомнил про свою конницу, тащит ее обратно. Ну вот смотри, все равно перевес по знатные мечника, но знатные мечники уже все ушли сосуды. Ну, мечи-то ладно, еще обратим внимание на тяжелых копейщиков все-таки. Вот их два отряда было, да, изначально, если я не ошибаюсь. Да, нет, их было 4 штуки. 4 даже, да, ну вот тебе, пожалуйста, тяжелые копии. Они сейчас и гену здесь отборных гоплитов завяжут и нехило завяжут. Специально, смотри, в тыл сейчас подостреляют еще. Но не все так однозначно, сейчас у Гетова осталось по большей части стрелковую, стрелковую составляющую. Ну, они и достреляют. Тут даже сейчас мечи эти слей и, мне кажется, ну вот хуйник здорово всадниками с копьями. Прощу здесь перегревает, это несомненно. Проща за весь бой два человека убил, он не дали ей сыграть. Да, вообще не дали. Опять стоит Проща, так же, как всадники стояли, вот их 66 Прощников стоит у Афин. Хотя могут они помогать. Ну и живы Хашки, да, пусть немного. Всадники с луками 58, 32. Да, все 3Х живы, 4Х все живы. Да, да. Здесь дакийские лучники, еще всадники с луками, еще дакийские лучники, целый отряд. Ой-ой-ой-ой. Нет, я не знаю, что тут 6 минут. 6 минут, что тут будет происходить-то, слушай. Перестрелка, давай, наверное, на вторую скорость, слушай. Да, давай обставим на вторую, посмотри. Да, потому что это... Дерев конницы очень-очень нужно сберечь гоннику, не гоннику, а это Зевия. Сберечь конницу и убить стрелков пеших хотя бы. Ну это настолько уже проблематично, просто капец. Ну да, по шквальным огнем Хашек. Конечно, перекрестный огонь, раз, продолжают оружие. Смотри, Хашка в ближний бой пошла, значит. Да, 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 хуйнику. Ну, видать, у нее уже этих нету, боеприпасов, скорее всего. Да, не может он догнаться. Как ты ее сбережешь, что тут у кого? Вот тут всадники с луками, пожалуйста. На пеших, на пеших, на пеших сразу. А, нет, ну даже если на пеших. Ну как? Ну не даже хуйнику. Ну вот видишь, она просто не дойдет. Да, она просто не доходит уже, все, бедолага. Прощай, это сейчас тоже тут выхватит. Она стояла, стояла в тылах, пришла, чтобы по итогу выхватить. Ну тут уже кайт, все уже. Ну все равно, упорный был, хотя бы начал. Да, упорный, конечно, как бы, с началом боя это создавалось впечатление, что Афины сейчас просто безвольно сыпятся. На самом деле этого не произошло. То есть очень здорово не дал. Состав мы его тиковали, но он очень плохо себя показал. А если бы еще и состав? Вот у меня, у меня друг, но очень сильный игрок в первом риме. И мы с ним часто спорили по составам, что брать, когда тренировались, готовились к каким-то матчам серьезным. И у него любимая фраза была, можно сыграть любой состав. Главное, чтобы ты знал, зачем ты его берешь и как ты будешь им играть, что ты будешь им делать. Не, ну тут спорить с этим тяжело, конечно. Да, то есть любой состав, нет такого состава, что именно вот этот состав нужно брать. Да, да, и все, это мета, короче, как в Ахе. Было, 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 поправимся так. Ну сейчас тоже мета-составы после последнего патча. Велики снова заиграли, и бедные вампиры отгребают по полной. Но варгульфы есть. Но с другой стороны, по ходу этого боя, наемные фракийские пельтастые, они в ближнем бою-то как бы могут и нехило могут. А у них показатели, я обычно их раньше брал, как дополнительную легкую пехоту поддержку. Да, да, то есть токийским лукарям однозначно против них просто-напросто нехило. Да, это же вот эти дешманские токийские ручники, даже не тяжелые. Да, да, да. Ну и потом, как бы, генерала нету, гетов. Все-таки удалось афинам справиться с этими тяжелыми мечами. Ну все-таки хашки зарешали, да? Да, все-таки гейские эти все примочки, короче, они зарешают. Мне всегда, знаешь, противно, короче, вот это вот, когда остается у тебя. Ты смотри, как он троллит, ты посмотри, как гоник-то троллит этого генерала. Генерала, да, он даже не нападает на него вообще, он его просто расстреливает. Подлец. Да, да, вообще сволочь. После меня два раза протаскивал, я ему технаряда за эту ушатану. Ну, бывает. Ну, гаплиты в тораксах. Ну, как-то это, ну-ка, что у нас мячи. Ну, слушай, не дал он им шибко-то разгуляться. Да, они сыграли, безусловно, за сотку ушли. Но это вот один 200, один разгулялся, а остальные-то... Ну, свою задачу они выполнили, вырезали гаплитов. Да, 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 не дали они им просто-напросто этой пехи сыграть. Но отборный гаплит, смотри, 193 человека нахерачил. Да. Факийский пельтасты, ты понимаешь, какие великолепные цифры. 130, да, 111, замечательно вообще. Факийский, видишь, не сыграли. Вот они два несыгранных, которые под чарджи попали. Кавы и всё. Конницы выхватили. Да, вот этот вот один... Решающий момент. Да, 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 он был на левом фланге у Афин, короче, он сдерживал всё это дело. Там Тихуник пытался пробиться, но так и не смог. Вот он нарезал. Причём 78, это не только пеха, но и кава в том числе. Поэтому, как бы, безусловно, он сыграл. Ну и Тарантейко однажды, 98. Вот всадники с дротиками, зачем вот они были, 98? Хотя, всё-таки они... Ну, они 1080 монет стоят. Да, это не 1200, там и не 1300, скажем. Но я бы всё равно на их месте взял бы какого-нибудь, там, я не знаю, отборного гоплита лучше взять какого-нибудь. Или там ещё один лишний гоплит, он бы точно лишним не оказался. Более стойко, да, тем более в такой ситуации здесь тяжёлый копия. Вот их три штуки, не четыре, их три было. Пожалуйста, 133, да, 8-6, один ушёл, ну и фиг бы с ним, зато два сыграли. Лукари прекрасно тоже, при том, что отряды... Ну, конные лучники тоже выполнили свою задачу, поманали мозги афинянам. Видел, какой хаос там поначалу? Конечно, конечно. Сложился у Афин, этим хаосом воспользовался. Хунник убил фракийцев и там дальше уже созвался преимущества и вытащил бой. Ну, вот такие вот поединки состоялись. Всем спасибо за внимание, всем пока. Пока.